друзья привет жара сегодня в киеве неимоверная просто блин а тут надо начинать работать вот те лоты которые я продал вот продал одни часы вторые часы объектив брошка и лена продала брошку чешского стекла серебряное кольцо и часы с автоподзаводом часы к сожалению я не покажу потому что мы их упаковали сразу хотели отправить с мариуполя но потом не отправили по одной простой причине что мы решили это будет быстрее что мы приедем сюда и отправим с киева чем она будет идти по украине ладно пошел собирать лот и сейчас я покажу чтобы продавал но колечко видите да вот оно колечко продано 55 плюс 16 доставки если будете считать сколько этого гривнах получается не забывайте отнимать 20 процентов потерь так вот они часы покажу 75 долларов вот они вот такие полет deluxe тоже плюс 16 доставка и вот вот она брошка вот она она лежит брошка ушла за 50 плюс 16 доставка вот она она так сейчас понахожу свои лоты покажу дальше это пока а часы вот уже упакованы а это поколение отдаю на упаковку держи ли настрою еще и бы и по выставляю лоты поеду к часовому мастеру заберу часы а после того как быстренько разрулим что накопилось за неделю которую мы отдыхали мы покажем вам где можно отдыхать в киеве в жару где можно просто комфортно болтаться в воде вот он объектив здесь непопулярное крепление байонетовская на киев 4 а я продал его за 35 долларов вот он сам объектив видите да ну соответственно плюс доставка 16 красная . вот она ведь и красная . совмещается сейчас это все упакуем так это есть еще еще а вот я только выстоял вот она эта брошечка вот она сейчас покажу за сколько ее продал он продал за 30 долларов плюс 16 доставка вот такая маню пухонькая брошечка думал вообще и никогда не продам зато разобрал видите сколько все знаете пару часов вот эти и вот эти так блин вот это кошмара вот это одни обычные сзади не анфибия ничего так нашел вторые тоже нашел вот они лежат ведь уже завел слышите долбят это торец здание утепляют у нас квартира не с торца но так вот целый день поэтому надо быстренько все упаковать и на отдых опять ну отдых будем ездить в пределах киева чтобы все быстренько отправлять так сейчас посмотрим мою страницу я покажу вам как отменить отпуск так вот здесь внизу настройки отпуска а я жарил страницу посмотрим сейчас смотрите что происходит когда вы в отпуске когда вы поставили отпуск на отпуск вы можете поставить только тогда когда у вас есть магазин сейчас откроем любой лот то есть люди у вас могут покупать товар но будут здесь такая надпись видите этот продавец настоящее время отсутствует до 13 числа сегодня у нас как раз 13 число поэтому я успел проблем никаких нет так а теперь показываю как отпуск отменить потому что он автоматически не отменяется его надо обязательно отменить вот вы заходите сюда в настройки отпуска и здесь вот убираете здесь выключить надо нажать вот включить видите стоит число дату уберем и вот здесь выключаем и обязательно нажимаем применить на отпуск сейчас попробую постоянно настраивать но сейчас пока отменю что люди видели что я приехал сегодня отправлю товары так теперь переходим в лот и смотрим исчезла ли надпись вот откроем тот же мало пока на торговал 629 долларов вот она так ждут все еще впереди вот видите все ваш товар продается надпись исчезла кому то еще пришли предложения за ручку паркер наверное я приму потом 90 долларов но пока не буду этого делать подумаю серебряная ручка с золотым пером в общем подумаю пока я окончательно не решил продавать за эти деньги или нет еще часы сегодня поеду к часовщику вот они часы мне предложили 210 долларов но мне что-то это что-то я не знаю пока мне вроде короче тоже подумаю я по поводу этого вот так понес ленина упаковку а ну сейчас я перепроверю я 4 лота продал или больше а то будет кино так 1234 да я все остальное поотклонял там было вот предложение на бусы все понес на упаковку упаковочки сделала да вот они уже ведь так это беру и несу ей ухты иголку вонзил в палец и здесь еще ведь дефект повреждена ну на фото все видно опа андрюха с утра никак не покушает сынок кушай кушай боу я не шучу будешь в садик ходить кушать тогда надо хорошо есть это мамина упаковку вот он часовщик мой эти открывал он их внутри эти часы со мне фотку сделал для того чтобы я выставил ее сейчас позвоним ему спалю вам его номер телефона если надо хорошо недорого делает пока не берет может занят а приедем а когда ты будешь у себя я уже приехал а ты уехал куда-то до ну окей окей завтра тогда подскочу спасибо давай так сегодня часы отпадают часы заберем завтра но пока подумаю подумаю подмету предложение принимать не буду но мне не нравится блин жарко кошмар кися балдеет и на внимательная гореть это ж не тот объективе тут номер 620134 а здесь номер короче последние цифры 77 пошел искать другой так повезло недолго я его искал тут видите еще не обратил я внимание не крышка а стекло у этого объектива светофильтр вот она надо посмотреть кстати второй стоит или нет вот он он ведь все ты штука в коробке упакушал помета да не болтался вот такая полосочка пузырочки видите и вовнутрь тогда там ничего не будет болтыхаться все хорошо можно упаковывать дальше посылки упакованные шо вы лежите собираетесь поехали на почту сына на почту едем или шо не едем а ну давай быстро пятерик зайдем в магазин что-то купим ну ты пятерик не даешь даже магазин что-то купим его не заинтересовало вы видели да как он медленно думал ты устал на отдыхе да да задумался а что такое о долгат опять вызов долги стерео куда ну так я же говорю поедем в магазин вон видите где долго делают стену и вот эти грибки гребят блин долбит по мозгам так что блин надо опять в отпуск ехать наконец-то мы выбрались только еще в наш распорядок почему-то не вошла мойка машины машина ужасно грязная надо где-то заехать помыться так и сейчас мы наверно проверим сделали кольцо или нет потому что мы когда уезжали там делали кольцо мы могли с этой стороны на новую почту заезжать сейчас проверим ты шо неужели тут сделали блин выезд туда а ну мама поснимай как теперь это все получается круто мы шо теперь не будем ездить по кругу десять раз а сразу вот таким макаром едем сюда вы прикидываете мне блин аж не верится ты шо я не буду по кругу через весь через все начало троещины блин и раз и сюда ухты и ну классно зачет мне нравится значит сразу на новую почту за посылками это гораздо быстрее какая экономия времени все мы уже прибыли если быстро схожу я включу кондёрчик посильнее сам пошел и хрена себе будет что посмотреть сколько посылок пришло пока в отпуске были пойду в багажник все теперь погнали отправка делать на укрпочту ленту там купила ну пока ты видишь 48 что жестяк если завтра утром надо будет проверить разгрузит ли теперь движение с той стороны утреннюю пробку теперь же поток машин будет и в эту сторону строящины по этой дороге завтра проверю за по потоку киевскому движению есть хоть и ехать и так узко как мариуполе сейчас посмотрим бабушки нету или есть нету бабульки значит все хорошо тогда пошел я отправлю посылки только ну дела пошел отправлять посылку я видит твое удивленное лицо покажи себя что это вообще так пошел отправлять посылку у тебя ну посылки я и кажется знаю что это так что все для посылок друзья распаковывать блин жестяк это подарок от подписчиков посмотрим Андрей с почты вышел как Дед Мороз только на градуснике у нас сегодня 30 вот это дела вот это новости с таким большущим мешком вышел мне теперь вообще не терпится открыть и посмотреть что же там в середине что же там находится в этом мешке спасибо большое спасибо большое за посылку да я надеюсь это подарок пока это самое ездим Андрюха он там уснул это тот который говорит я не люблю ходить в садик потому что там надо спать днем а тут уморился заснул квадрат вроде как дождик собирается но нам он в принципе не страшен попробуем машину помыть заехать получится ли или даже в эту погоду не получится а я пока подвожу чеки вот и нашли чем заняться она стала добавлять номера и короче две посылки она отправила на один и тот же адрес не отвлекайтесь друзья никогда не отвлекайтесь ни инстаграмами ни чем там остальным когда упаковываете посылки посылки надо упаковывать внимательно потом куча проблем едем на почту хоть бы они еще не уехали эти посылки переписала посылку номер хорошо что мы успели она опять на почте блин уже второй раз за последний блин сколько за последний месяц да что у нас не так с посылкой поедем сейчас посмотрим бассейн работает уже или нет и поедем на мойку смешно посмотрим бассейн а потом поедем на мойку ну так хорошо погоды все равно нема да погоды нет дождь будет не ну можно было бы и покупаться но все же нам на мойку надо мы на 6 часов на мойку записались сейчас зато глянем цены сколько стоит открылся уже не открылся и будем спасаться в дальнейшем от жары в бассейне успеем ли мы за полчаса вернуться бассейн в километре от нашего дома вот что мы в направлении живем да люди уже едут с работы вот это будет кино если мы сейчас очередь на мойке прозеваем постараемся не прозевать конечно по шурику так сказать да успеем успеем я надеюсь наверное работает красота парк то работает о мою машину перегнули а бассейны помнишь в том видео которая была предыдущей вот так уже все да выкинули ее ее не выкинули ее просто перегнали ну что давай я здесь постою а ты на камеру возьми и сходи посмотреть работает не работает узнай цены зафиксируй сейчас пойдем чтобы видели что почем здравствуйте скажите пожалуйста бассейн работает до 8 до 8 но там открыто уже можно а сколько вход в бассейн 50 плюс 150 это вход 50 с человеком и 150 это посещение бассейна да я поняла а работает всего до 8 часов да хорошо спасибо большое а детям вход до 10 лет бесплатно спасибо ну короче вы все слышали до 10 лет бесплатно если ребенок старше 10 лет 50 гривен как и взрослый вход на территорию Sky Family Park и на посещение бассейна с одного человека 150 гривен ну короче вот как-то так коротко и быстро разведка сработала до 8 часов правда в том году мне кажется они работали до 9 до 8 часов да или до 10 даже не работал а выходной когда понедельник выходной как всегда понедельник а сколько стоит 150 гривен 50 вход дети до 10 лет бесплатно ну 50 вход и бассейн вход в парк 50 гривен да и бассейн 150 да для взрослого отлично завтра идем в бассейн погнали раз бассейн работает значит завтра будем работать и совмещать с отдыхом с бассейном так что друзья если что и вам рекомендуем работу совмещать с отдыхом это гораздо эффективней вроде нет девочки еще чеки не поводил нет видишь уже отвыкло блин там машине еще качают еще 10 минут Андрюхе придется досыпать возле мойки и потом мы пойдем обедать и делать покупки домой на неделю харчей или еды как правильно харчи или еда или ежа продукты вот как надо отдыхать видишь за машину лодочку поцепил и погнал по Днепру кататься вот эта красота а мы вот это бассейн бассейн отлично бассейн бежишь потом в водичку сходил окунулся и люл прекрасная сказка успели только теперь придется за въезд еще заплатить разочек а это между прочим две гривны в этот раз будет больше потому что мы будем больше часа больше часа будет стоить 12 гривен о что уже заезжать ну погнали из-за угла короче стой сараной так стой сараной сына вставай пошли ты же хотел в магазин там что-то купить подарок какой-то погнали ну подымай его уже по-взрослому что-то он не хочет вставать вообще мы уже в бассейне были а ты спал да мы уже покупались папина это это андрюшина это тоже папина окрошка окрошка вот ума папа долго колебал за рыбу короче для сосиски но сосиска победила так како что это все обед такой 302 гривны а ты что подстригся да а теперь мы куда идем за игрушкой я же же сказал то есть стрижка за игрушку да 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 бежи давай идем за машиной мама моя дорогая она же блестит ну что папа что скажет узнал мыть чаще надо мама машину чаще мама мыть машину надо мойка прям под домом или блядь эти стаканчики блядь нахер открывается Здесь талончик этот, блин. А я вот так только открывался, я, видишь, этот открыл. Там просто че монеты, че хрен его знает. Вот так. Псих. Псих. Вот что значит, когда человек не псих, да? Так, полетели тевтели. Так, ну а теперь будем именно вскрывать посылки. Потому что другими ножами я уже не понимаю, как их открывать. Опа. Здесь у нас что? Здесь у нас, видимо, нож. А может и не нож. Это, похоже, карточки. По старинке. Рыбку на газетку. Газетку. Опа. Да. Друзья, это ножик. Если у вас есть такие ножики, предложите мне. Видите, я покупаю такие ножики. А может какие-то другие. Так что жду предложения, друзья, по ножам. Поползла. Хотел упаковки бросить, а там черепаха. А что у него там сверху белая на панцире? Она что в краску где-то влезла? Так. Открываем другую. Вот это острый. Смотрим, что в этой посылке. Так, а здесь у нас, здесь у нас, здесь у нас золотое колечко. Это все лоты я повыигрывал на аукционе. Вот такое золотое колечко. Завтра при дневном свете уже сделаю видеопробы. Покажу. 56-я проба, обручалочка. Смотрим дальше. Как ты там мог? Завтра бы и открыть, да? Да нет, людям на нас деньги отправить. Я же получил посылки. Надо за то, что я еще не оплачивал, сразу все оплатить. Я завтра покажу еще раз колечки отдельно. Просто покажу, что я распечатал. Покажу отдельные колечки и озвучу цену. Потому что так я не помню. Сразу пришло столько посылок. Вот гляньте тут. Вот это я помню. Это сейчас надо перечислить. 9 400 выиграл на аукционе. Вот крестики. Крестики, сережки. Все 56-я проба. Все 56-я проба. Вот серьги. И раз, два, три, четыре, пять крестиков. Я тоже покажу при дневном освещении. Это, судя по всему, нож. Великого мяса. Чтобы при дневном освещении. О,atrains так. Во-вторых列. Шашем. О,еная. купил по моему за 490 гривен это тоже на аукционе все с аукциона вот такой ножик тоже наверно золотистый тоже колечко 300 300 333 проба вот такое кольцо это но это мне по моему пришло письмо мне его переслали просто да это не вскрывает здесь просто мне письмо переслали новой почты все друзья нет не все у нас же есть еще огромная посылка просто огромная одну секунду вот такая просто гигантская но уж это друзья извиняете эту посылку вы увидите в следующем видео потому что здесь будет подробный детальный обзор пришла посылка из германии что там мы посмотрим завтра пока до новых встреч так вот они друзья посылки которые я получил немного ближе давайте посмотрим вот сразу ножики с ручкой с сверхстекла видите там жидкость в ручки внутри вот такой ножик я купил за 190 гривен это все куплено на аукционе вот этот ножик я купил за 490 гривен и сейчас ближе рассмотрим золотые изделия так вот колечко здесь внутри она с гравировочкой видите триста тридцать третья проба с гравировочкой внутри приобрел я его за 800 гривен 1450 гривен вот это колечко пятьдесят шестой пробы сейчас где она здесь вот она эта проба заслуживает больше внимания можно показать чуть чуть крупнее видите да именник 56 и голова повернутая вправо так также пятьдесят шестой пробы у нас сережки это вот то что еще дальше покажу сережки и крестики я купил вот они крестики и вот эти сережки я купил за 9400 гривен вот такие серьги и листики вот они сами пробы сейчас постараюсь показать чуть чуть крупнее видите 56 проба имени так теперь крестики вот такой крестик это все у нас опять же 56 проба вот крестик вот крестик с остатками они цемалькой может было еще по центру малька тоже 56 проба золота здесь видите 56 с датой 1875 год орел именник и завершение последний крестик тоже 56 проба все друзья вот мы посмотрели все посылочки которые я приобрел за отсутствие в киеве пока отдыхал на море до новых встреч будут новые посылки обязательно покажу и расскажу за сколько купил всем пока пока пока